Праздники и события Мы знаем в основном из так называемых маковейских книг Маковейские книги были созданы в Александре В еврейских эллинизированных кругах И именно поэтому они задали нам вот эту ситуацию В которой Ханука это праздник противостояния эллинизма и иудаизма Более того, откуда берется само понятие иудаизма? Он берется из одной из маковейских книг Поскольку автор маковейской книги сказал И тогда, когда хасманеи воцарились в иудеи Иудаизм победил эллинизм То есть иудаизм победил эллинизм Эллинизм был всегда Не всегда, ничего не было всегда Но эллинизм был ранний Евреям понадобилось себя определить Относительно эллинизма в маковейских книгах И так возникает тот самый, я бы сказал Диалектический, порождающий новые и новые интерпретации конфликт В рамках которого мы обычно обсуждаем этот праздник Но если мы посмотрим на то И это то, что я предлагаю сделать сейчас Если мы посмотрим на то, чем этот праздник стал впоследствии В нормативном иудаизме, в общепринятом иудаизме Мы увидим, что в нем очень мало есть От вот этой оппозиции иудаизма и эллинизма Известный из маковейских книг Более того, то, что мы знаем из маковейских книг Об этом празднике, это следующее Священники из рода Хасманеев И их друзья, и их соратники Победили своих политических противников Которых они обвиняли в излишней эллинизации Во главе со священником Менелаем, сыном Билгой То есть, по сути дела, здесь были две группы Руководимые священниками, и провинциальные хасманеи Победили столичного Менелая И осветили заново жертвенник в храме И с этого началась их история То есть, маковейские книги и сам этот праздник Представляют собой своего рода Этеологический праздник для воцарения хасманийской династии Мы не будем говорить о том, что было на самом деле Почему? Потому что мы не знаем, что было на самом деле Мы знаем только то, что нам до нас доносит литература И маковейские книги таким образом Это своего рода тенденциозная литература Которая работает на дом хасманеев Как вы знаете, хасманийская династия Окончилась довольно печально Да, последние цари Я не говорю о царисе Шлом Цион Которая была, видимо, женщиной вполне респектабельной А предшествующие ей цари были людьми довольно сомнительными И в конечном счете хасманийская династия закончилась Ее история закончилась довольно печально В талмудическом корпусе Всем понятно, что я говорю, когда я говорю талмудический корпус В талмудической литературе, однако же При всем достаточно абибалентном отношении к дому хасманеев О хануке сказано совсем немного И заслуживает упоминания то, что палестинские источники О ней почти ничего не говорят Не то, чтобы хануки не было среди праздников Евреев страны Израиля Она была Более того, есть такой текст, который пришел к нам из эпохи второго храма Он называется «Свиток постов» Это своего рода короткий список праздников Которые существовали в храмовый период И следует из названия этого слитка Это перечисление праздников, когда дни нельзя поститься Некоторые следуют как-то отмечать как праздничные Среди 24, если я правильно помню, праздников Есть и ханука Но она никакая не особенная За ней не придается большего значения, чем другим праздникам И ничего не сказано о том, что в эти дни следует делать Сказано только, что в эти дни не следует поститься Никакого зажигания свечей мы не находим Зажигание свечей появляется только в Вавилонском Талмуде И здесь я должен сделать несколько объяснений Также относящихся к тому, что было сказано ранее Вавилонский Талмуд, где был создан из названия Я думаю, что вы скажете в Вавилонии Тогда я вам сказал бы, ну что бы, что бы Вавилон уже давно был разрушен в это время Но Вавилон это как раз, в общем-то Это там, где был древний город Вавилон Это южная часть того, что иранцы, захватив Междуречие Называли Иран-Шарх Так вот, Вавилония это была таким образом Часть иранской или Персидской Это одно и то же империи Но это ее южная часть И там в основном жили евреи Которые, будучи народом жестоковыным Продолжали называть это место Вавилоном или Вавилонией Тогда как иранцы в основном жили И население южной части Были евреи, арамеи И меньшинство из них было иранцы Тогда как иранцы были большинством в других частях страны Таким образом, какая у иранцев религия, кто знает Сегодня ислам, но в те времена ислама еще не было Мы говорим о античном периоде И у иранцев была иранская религия Их было много иранских религий Одна из них, которая возобладала впоследствии Называется зороастризм Зороастризм, по сути дела, это религия иранского меньшинства Некоторые называют это религией магов Маги – это иранский народ Сложной племенной структурой Называется эта религия зороастризм Поскольку основателем ее они считали Пророка, жившего неизвестно когда Но все были уверены, что он действительно жил Которого звали Зороаструстра или Зардушт Который не имеет ничего общего с Зароаструстра из греческих или поздних европейских текстов Этот иранец, имя которого означает сын того, у кого были старые верблюдицы То есть сын хорошего человека И основал религию, которую некоторые люди считают монотеистичной И в которой особую роль играет огонь Итак, мы говорим о религии Ирана И это достаточно древняя религия То есть когда евреи были угнаны в Вавилон Они были угнаны в Вавилон Вавилон вскоре пал И во главе евреи стали гражданами Персидской империи И именно персидский император династии Ахменидов Дал им право вернуться во Вторую храму Так вот, видимо уже тогда они вернулись в страну Израиля Из своей диаспоры, из Персии С определенными, вооруженные определенными элементами той культуры Среди которой они жили Но это все еще, это было еще за много лет до Хануки Теперь мы вернулись к тому, тогда как Во втором, я прошу прощения В третьем веке новой эры Воцарится в Персии новая династия Династия сассанидов Которые сделают зероастризм Который возник гораздо ранее Государственной религией своей империи Сохранив при этом достаточный плюрализм По отношению к другим религиям Так вот, то, что я хочу рассказать сегодня Это то, что именно в Вавилоне Именно в Вавилонском Талмуде Под влиянием локальной культуры Возникает восприятие Хануки Не как праздника возобновления жертв в кране Не праздника воцарения Хосманейской империи А праздника возобновления огня Ленары Праздника света И праздника, содержащего В общем-то, содержащего Вот этот вот основной ритуал Ритуал зажигания огня В котором я усматриваю Вслед за другими исследователями Я усматриваю некоторые элементы Иранской культуры Это, таким образом, то, о чем я буду говорить Так вот, вернемся теперь к Маковейским книгам Среди Маковейских книг Мы сказали, что первая Маковейская книга Говорит о поединке между эллинизмом и иудаизмом Однако же, уже во второй Маковейской книге Мы находим странный рассказ Который трудно понять И в котором уже можно усмотреть Определенные иранские влияния На еврейскую культуру Несмотря на то, что Автор второй Маковейской книги Живет в Александрии И рассказывает о празднике Который возник в стране Израиля Тем не менее, мы увидим Если будете читать этот рассказ Я не буду его читать, вы прочитайте его потом Я кратко его суммирую Мы увидим, что определенные элементы Прессильской культуры Уже тогда были заложены Уже в эпоху второго храма Были заложены в еврейской культуре В восприятии ханукальных событий Может быть даже не ханукальных событий Впрочем, судите сами Вторая Маковейская книга рассказывает о том Когда евреи вернулись из Вавилонского пленения В страну Израиля С ними был огонь Который они сохранили Из разрушенного храма Этот огонь Они не взяли его, конечно, с собой в Вавилон Как можно взять подобную вещь с собой В столь дальние здраствия А они сокрыли его В пещерах, в колодцах На храмовой горе Когда они вернулись После изгнания Поскольку персидский император Разрешил им вернуться Они отправились в потанные места Искать сокрытый огонь Но обнаружили, что огонь За это время успел конденсироваться Это, естественно, не слово этой книги Да я его предлагаю И превратился в жидкость В воду Но тем не менее Когда эта вода оказалась на жертвеннике Возгорелся огонь И таким образом Богослужение было возобновлено Все это рассказывается Как и теологический рассказ К ханукальному праздниству И это очень отличается от того, что говорит Первая Маковейская книга Я забыл вам сказать, что говорит Первая Маковейская книга А говорит она следующее Дело в том, говорит Первая Маковейская книга Что евреи не могли вершить свои праздники в храме Тогда, когда храмом руководили их политические противники Во главе с жрецом Менелаем И поэтому они не пришли туда на праздник Суккот Который длится восемь дней И таким образом Не имея возможности праздновать праздник Суккот вовремя Они отпраздновали его в месяце Кислев Тогда как То есть сейчас В ноябре-декабре Тогда как Вторая Маковейская книга Говорит, что праздник возник не поэтому А потому что именно В середине месяца В конце месяца Кислев Нехемия и его люди Вернувшись во второй храм Нашли чудесным образом спрятанный огонь То есть Огонь Как вам, наверное, известно А если не было известно, то станет сейчас Являются священными Огонь и вода Являются священными элементами Иранской, древней иранской религии И, собственно, ипостасями божества Добрый Бог, который сотворил этот мир Проявляется в этих двух ипостасях В огне и в воде И знают нам рассказать Среднеперсидские книги о том Что когда Когда Сыны Маздаясийской религии То есть правильной религии персов Оставили ираншарх И отправились в изгнание То с ними шли три огня Которые были с ними вместе На каком-то этапе Во время тягот пути Огни упали в воду Но не погасли И были принесены в храм огня То есть мы видим, что как бы То, что здесь происходит На самом деле, то, что мы видим здесь В второй маковейской книге Как бы вы это назвали? Я не знаю, как бы вы это назвали Но я это называю культурный гибрид Культурный гибрид Когда определенные элементы Иранского мифа Оказываются вплетенными в то Объяснение, которое еврейский автор Предлагает своей сакральной истории Но обратите внимание Этот праздник, этот праздник жертвенника Нет светильника и нет огней Все это появится только здесь На третьей странице В тексте из Вавилонского Талмуда Трактат Шаббат 21б Где редактор Вавилонского Талмуда Задаст вопрос, что такое Ханука И ответит 25-го Кислеева, дни Хануки Их 8, и нет них траура И нельзя поститься в них Если бы вы посмотрели на оригинальный текст То вы увидели, что этот текст Это первое предложение Отличается от всего продолжения Оно написано на арамейском языке И на арамейском языке На котором не говорят Вавилония Говорили в стране Израиля лет 100 тому назад Это цитата из свитка постов То есть это то, что на самом деле знает Редактор Вавилонского Талмуда в этом празднике А именно Он мало что знает в этом празднике Он знает, что это праздник, когда нельзя поститься То, что написано ниже Написано на иврите На позднем иврите Вавилонского Талмуда И это по сути дела то, как он конструирует прошлое А именно Когда вошли греки в храм И осквернили все масла Что в храме возобладало царство И победили И проверили И не нашли ничего, кроме одного сосуда масла Что был запечатан печатью перед священником И не было в нем более чем для одного дня И случилось чудо И горел восемь дней И на другой год остановили праздник Со словословием и молитвой Таким образом мы видим, что здесь конструируется чудо Чудо, о котором нет речи Ни в маковейских книгах Ни в одном из палестинских источников Более того Ханук упоминается в Иерусалимском Талмуде шесть раз И, однако, если мы пойдем и проверим все эти шесть раз Есть упоминание о свече Хануки Мы увидим, что мудрецы, от имени которых приводятся эти шесть традиций Это вавилонские мудрецы То есть праздник был сконструирован в Вавилоне И в первых веках новой эры Вместе с евреями, которые курсировали из одной диаспоры в другую Он был привнесен туда На самом-то деле он новый праздник И о том, почему он был сконструирован таким образом Я точно же расскажу Но не прежде, чем укажу на одну параллель с этим текстом, который здесь Здесь следует сказать, что мы очень мало знаем о зороастрийской религии В иранских религиях вообще Именно в тот период времени, когда был создан Вавилонский Талмуд Кто знает почему? Поскольку иранская культура была и устной культурой И они не записывали своих текстов Иранское царство, как вы знаете, пало неожиданно Перед вторжением мусульман И через какое-то время Через какое-то время Зороастрийцы стали меньшинством в Иране И вынуждены были И вынуждены были Покинуть Иран И на самом-то деле В Иране почти нет Сегодня зароастрийцев Очень немного А зароастрийцы проживают, оказались в Индии И там они стали создавать свою литературу То есть вся их литература написана не ранее 9 века И она представляет собой фиксацию более древних устных традиций Поэтому мы мало что знаем У нас мало есть текстов из этой эпохи Но один поздний текст, написанный мусульманским автором Рассказывает о храме огня В котором был огонь И огонь ввиду небрежного отношения Или грехов людей погас И Но возгорелся вновь из пепла И горел Все время И горит по сей день По тот самый день, когда существовал этот храм И тем самым Образ вот этого огня Которого не надо поддерживать Который сам поддерживает себя Это скорее всего Образ той культуры В которой огонь Есть манифестация божества Поскольку если Бог Манифестирует, можно сказать Проявляет себя в этом огне И огонь не может погаснуть Чего вы хотите, когда Когда у вас зима? Солнце И поэт На что указывали На что указывали Исследователи Довольно давно Ханука ужасно напоминает Праздники Которые есть у многих народов Которые называются Календы Или Сатурнали Когда в середине зимы Где-то близко К зимнему солнцестоянию Люди начинают праздновать Что-то Как правило Высжигая огни Для того, чтобы призвать Солнце Солнце Приходи скорее И поэтому я не могу Отказаться себе Устоять Предсоблазном Прочитать следующий текст Впрочем, нет Я его суммирую Читать здесь сложно Речь идет о первом человеке Когда Здесь есть Годический текст Который говорит о том Что когда Первый человек Был изгнан Из райска Израиля Где, видимо Не было смены сезонов И обнаружил Что В мире Есть время И свет Сменяет Тьму А Когда приходит зима Тьма Начинает Побеждать Вы обратили внимание На это? Это первое Что ты обращаешь внимание Когда Сходишь в самолет В Шереметьево Тьма Побеждает Свет Я имею ввиду Я не говорю Метафорически И тогда И тогда И тогда Действительно Говорит Этот текст Что когда Что когда Что когда Первый человек Увидел Что укорачиваются Дни Он сказал Все Теперь все будет идти Таким образом Дни будут становиться Короче и короче Пока тьма Полностью не победит Свет И тогда он Предавался Трауру Восемь дней Потому что Это знаете Универсальный Период Для предаваться Трауру Восемь дней Когда же Он увидел Что дни Начали укорачивать Удлиняться Он начал Праздновать Это Восемь дней Поскольку Вы сами понимаете Следует праздновать Восемь дней И тогда Говорит этот текст Обратите внимание Какой Я бы сказал Чаровательный Культурный гибрид И тогда Это стало Праздником Для поколений И римляне Праздновать Сатурнали И календы В это время Поскольку Первый человек Их установил Но на самом деле И обратите внимание Он устанавливает Время С двух сторон От зимнего Саутсостояния Которое И есть Возле праздника Ханука На самом-то деле Он не говорит Этот текст Но он намекает Что нужно Праздновать В этот день Ханука Таким образом Воспринимается Здесь Как достойное Отображение Того праздника Который Установил Первый человек Теперь Идем Идемте Пожалуйста К следующему Тексту Это мы говорили О календах О хануке А теперь Для того Чтобы не быть Белословным Я все-таки Хотел бы Убедить У вас О том В том Почему Что ханука Это Своего рода Зажигание Свечей Хануки Носит На себе Следы Следы Зароастрийского Обряда Возжигания Огня Дело В том Что Как я Уже Сказал Евреи Жили В древнем Иране А именно В южной Его части В южной части Зароастрийцы Были Меньшинством И во всем Южном Иране По сей день Не нашлись Храмов Огня Храмы Огня Были На севере В разных Других местах Их было Совсем Немного И огонь В храме Как правило Это Очень Как бы Сложная Вещь Для Зароастрийцев Построить Храм Огня Храм Огня Нужно Зажечь Огонь Который Уже Был В храме Огня А если Его там Не было Если Новый Храм Огня Очень Сложный У них Установить И для Него Нужно Собрать Десятки Видов Различных Огней Зароастрийцы Дифференцировали Огни От Их Происхождения Нужно Было Собрать Равное Количество Чистых И Нечистых Огней Когда Чистые Огни Зажигаются Чистыми Людьми Людьми Правильной Религии А Нечистые Зажигаются Всеми Остальными Мир В этой Религии Поделен На Эйран И Анэйран Сказать По-русски Не Иран Так Вот Вы Ощущаете Некое Фонетическое Подобие Между этими Цыгами Нет Так Вот Перейдем Теперь К Четвертому Нашему Тексту Четвертый Текст Казалось Это чисто Элемент Галактической Дискуссии Вопрос Это Следующий Что Если Переносить Лампу Если Стоят Хабарей В субботу То есть Речь Это О том Что Если В субботу Перед Субботой Зажгли Ханукию Вот Эту Что Мы Сделали Сейчас Можно Ли Переносить В субботу Если Вы Видите Хабарей А Именно Зарастрийских Жрецов Неподалеку Можно Ли Унести От Них Можно Ли Унести Ханукию Ответ Он Говорит Что Можно Это Сделать Хотя На самом Деле Обычно В субботу Не Перенос Почему Почему Он Это Говорит Прежде Мы Видим Здесь Определенную Конкуренцию Между Время Которые Зажигают Субботу И Зарастрийцем Который Что Хочет Сделать Как Вы Думаете Забрать Почему Поскольку Огонь С Его Точки Зрения Свят Даже Тогда Когда Он Зажжен Не Не Чистым Человеком С его Точки Зрения Евреем Ему Следует Забрать Этот Огонь Для Того Чтобы Смешать Его С чистым Огнем И Тогда Поднять Его Как Сказать Ритуальную Ценность Нечто Похожее Мы Видим В следующем Текст Номер 5 Бабилонский Талмуд Трактат Гетин Раба Барбархана Заболел Пришли К нему Мудрецы И Задавали Вопросы И В это Время Заходит Хабар И Забирает Светильник Почему Человек Видимо Болен Смертельно Он Видимо Скоро Умрет Они Полагали Так же Как и Евреи Что Мертвое Тело Это Источник Нечистоты Нужно Забрать Огонь Тем самым Мы Видим Людей Которые С одной Стороны Соревнуются За право Использования Огня Они Тянут Эту Лампаду Один Кстати говоря Когда мы говорим Свечи Вечь не идет О этих Свечах Вечь идет О масляных Святий Я возвращаюсь К тому Что Я сказал Что В Южном Иране Не было Храмов Огня Но У каждого Серьезного Зарастрийца Были Свои Лары И Пенаты Были Свои Если можно Так сказать Были Свои Места По клонению Огня Которые Как правило Выглядели Так Не так Как Это Ханукья Которое Сделано Как Было Принято Делать В Восточной Европе А у них Были Свечи Выставляемые На Обратите Внимание Так Чтобы Их Можно Было Видеть Снаружи При Входе В дом Тем Самым Мы Видим Что Сам Элемент Зажигания Огня В доме Как То Что Вегонский Талму Вызывает Ховата Байт А именно Домистический Домашний Ритуал На самом То Деле Это Своего Рода Зеркальное Отображение Того Что В течение Всего Года Делает Зарастриец И мы Видим Что Таким Образом Конструкция Культурного Мира Еврея Она Происходит Как Своего Рода Зеркальное Отображение Иного А Иной Зарастриц Ему Нужен Еврей Для того Чтобы Забрать У него Свечу И Сконструировать Свой Культурный Мир И Несмотря На Первый Взгляд Это Кажется Странным И Немножко Смешным Смотрите На самом Отдели на то Что мы С вами Делаем Коструируя Наш Культурный Мир Поскольку По сути Дела По сути Дела Нет Культур Которые Бы Не Создавали Такого Рода Культурные Гибриды Да Итак Что Что мы Имели Что мы Имели До сих Ко Итак Мы Говорили О том Как Что праздник Ханука Несмотря На то Что он Возник Действительно Как праздник Своего Рода Прокламации Того Что Определенная Культура Еврейская Культура Победила Эллинскую Культуру И Таким Образом Завоевала Право На Существование Эта идея Которая Появляется В текстах Холлинистического Иудаизма В Александре Она Была Видимо Достоянием Именно Этой Культуры И Со временем Я имею ввиду Именно Евреи Которые Жили в тени Эллинской Культуры Сконструировали Праздник В котором Они Провозглашали Что Их культура Победила Эллинскую Культуру И тем самым Завоевала В себе Право На Существование Надо Сказать Что Наверное Современного Человека Особенно Такого Человека Как мы С вами Мы Наверняка Усматриваем Я имею ввиду Тем или иным Образом Обязанными Эллинской Культурой Поскольку Вся Западная Культура Своего Рода Порождение Древней Эллинской Культуры Эта Прокламация Она Не дается Очень легко Поскольку С одной стороны Мы хотим Быть Верными Еврейской Культуре С другой С другой Стороны Мы хотим Продолжать Быть Частью Западной Культуры И Ее Корней Но По сути Дела Если мы Обратим Внимание На то Что Даже Не говоря О том Чем Ханука Стала Впоследствии Если говорить Именно о Маковейских Книгах Мы видим Что И здесь По сути Дела Сама Идея Победы Нужна Для того Чтобы Прочертить Границы Своей Собственной Культуры Для того Чтобы То есть На самом Поделе Это Не Фундаменталистский Праздник Это Праздник Я имею Ввиду Даже На первых Этапах Своего Существования Это Праздник Прочерчивания Границ И Видимо Это было Важно Для авторов Маковейских Книг Которые Были Восприняты В основном Христианской Но Не Талмудическим Иудаизм Мы видим Что Талмудический Иудаизм Страны Израиля Второго Третьего Второй Повен Четвертого Века Не Испытывает Надобности Не В празднике Ханука Не В подоплеке Вот этого Ее Наполняющего Антагонизма Между Двумя Культурами Между Греками И евреями Между Между Чистыми И Чистыми Поскольку Им Это Не Нужно Трудно Сказать Почему Надобность В этом Празднике Возникает У Евреев В Вавилонии Которые Живут Под Семь Иной Культуры И что Происходит Здесь С одной С одной С другой Происходит Трансформация Содержания Этого Праздника А Именно Если В Маковейских Книгах На самом деле Уже В Маковейских Книгах Для Того Чтобы Сконструировать Этот Праздник Нужно Отправиться В Персию Вавилон И Вернувшись Из Персии В страну Израиля Найти Утерянный Огонь И В самой Этой Идеи Следует Уже Усмотреть Определенные Влияния Древней Иранской Культуры Но Это Влияние Оно Не Нашло Своего Стройного Продолжения В более Поздние Эпохи По-видимому О нем Никто Не знал Поскольку Никто В еврейском Мире В традиционном Еврейском Мире Не читал Маковейских Книг Но Одиножды Возникшие Культурный Гибрид В котором Есть Вот этот Иранский Огненный Элемент Уже Возник Культурно Следуют Готовые Модели И Когда Эта Модель Возникает Необходимость В актуализации Этой Модели В Сосанидовской Персии Огонь Является Вновь Но Он Является Уже В другой Форме Поскольку Если В Арменидовский Период Эхо Которого Мы находим Маковейской Книги Служение Иранской Религии Идет Вокруг Храмов Огня То Сосанидовский Период Когда Столица Съезжает На юг Вирак И в Ираке Нет Храмово Огня А есть Домашнее Служение Огню Использование Огня В домашних Культов То Возникает Домашний Культ Похожего Образа И в еврейской Среде То есть Возникает На самом деле Парадоксальная Ситуация Ханука Которая Возникает Как праздник Национальной Исключительности Которая Как бы Чертит Контур Национальной Исключительности Или Обособленности Для того Чтобы Как бы Культура Могла Прочертить Как я уже сказал Свои собственные Границы На самом Тадзеле Конструирует Культурный Гибрид То есть Создатели Идея Хануки Казалось бы Отделить Евреев От Неевреев Противопоставить Индоизм Иллинизм Но Когда Эту Оппозицию Это Противопоставление Будут Разыгрывать Заново Будут Инсценировать В Вавилонском Талмуде Они Неминуемо Воспользуются Элементами Чужой Культуры Почему? Поскольку Так Устроен Мир Такова Устроена Культура Вы Не можете Соконструировать Свой Иудаизм И поэтому Сегодня Мы являемся Мы наблюдаем Здесь На московских Улицах Нет Московских Ресторан Ресторациях Сформирование Определенной Еврейской Субкультуры Которая Вполне Еврейская Но которая Структурирует Себя Из элементов Окружающей Культуры Поскольку Так Устроен Мир Так Как говорит Рамбан Так Мудрость Всевышнего Устроила Культуру Которая Которая Держит Себе Саморефлекс Чем Исследователи Как будто Ранее До влияния Этого Существовала Чистая Аутентичная Незатронутая Культура Чистой Культуры Не бывает Бывают Только культурные Гибриды И Только Определенные Элементы В этих Культурах Заменяются На Альтернативные На Эквивалентные Элементы Тогда Когда Влияние Той или иной Культуры Возобладает В этом Предпочтении Поэтому Термин Транскультурация Предпочтительнее С моей точки Зрения А теперь Вернемся Пойдем К нашему Самому Последнему Тексту И ввиду То, что У нас Есть Теперь Достаточно Времени Мы Прочитаем Его Медленно Несмотря То, что Фестиваль Медленного Чтения Произнется Только Завтра Мы Прочитаем Его Медленно Сколько Это Чрезвычайно Красивый Текст И В нем На мой взгляд Можно Смотреть Как сказать Self Reflection Саморефлекс Саморефлекс Эталмудической Культуры Именно Вот К этим Элементам Элементам Транскультурации Элементам Влияния Иных Культур И Их Существования И Вот Мы Читаем Здесь Интерпретацию На Стих Из Песни Песней Как Роза Меж Терми Кстати говоря Это перевод Достаточно Мере Как сказать Анахронистический Поскольку Кешошанаби На Хохин Шошан Или Шошана На Иврите Того Времени Это Любой Цветок С Лепестками Поэтому Возникает Такая Путанец Иногда Это Переводят Как Роза Иногда Как Лилия Наверное Правильнее Переводить Просто Цветок Итак Раби Юда Бар Симон От имени Раби Азари Истолковал Это Об Израиле У горы Синахи И То есть Это На самом деле Традиция Иуде Интерпретаторов Страны Израиля Понимать Эту книгу Песню Песней Как Своего рода Список Намеков Список Намеков На События Библейской Истории В книге Что В стихе Который Говорит Что Возлюбленная Прекрасно Как роза Между терней Указывается Усматривается Намек На Израиль Израиль Наверное Возлюбленная Которая Стоит У горы Синай И возникает Ужасно Занимающий Нас вопрос Сейчас А тернии Кто И вот Я думаю Что никто Из вас Не дерзнет Ответить На этот вопрос Прямо Поскольку Это Сложный Вопрос И мы видим Что этот текст Тоже не дерзает Ответить На этот вопрос Прямо Вместо этого Он рассказывает Притчу Притча Такова О царе У которого Был сад А в нем Посажены рядами Смоквы Виноград И гранаты Со временем Пришел царь Смотреть На свой сад И нашел В нем Тернии И колючки Что произошло Сад Должен Приносить Плоды А вместо Этого Он принес Нечто Что Плодами Не является Это на самом деле То что говорит Пророк Исаия Пророк Исаия Говорит Как вы говорите Что Бог хотел Посадить Виноградник Виноградник Народ Израиля И Виноградник Хотел Вместо того Что принести Плоды Принес Что-то Негожее И этот текст Был подвергнут Породил Очень много Кристологических Интерпретаций И Здесь Скорее всего Автор этого текста Полемизирует С подобного рода Интерпретациями И Вот он говорит Следующее Царь разгневался И назначил Рабочих Вырубить сад В притчах Цари часто Ведут себя Нелогично Поскольку Притча Это искусственный Рассказ Который должен Который должен Преподать Определенную Историю А не Нормативное Поведение Царя В ситуации Дистресса Так вот Царь Обнаружив Что Сад Не приносит Плодов Говорит Вырубить его Как вишневый сад Но Нашел там Один Цветок Алый И На иврит Сказано Шушан Бен Верет Сорвал его И обонял его И Упокоилась Его душа И сказал Достаточно Этого цветка Чтобы спасти Весь сад Рабочие Посидут Домой Так и мир Был создан Для Тары На двадцать шестом Поколении Взглянул Бог На мир И нашел В нем тернии И колючки Поколение Ноши Поколение Потопа И люди Содома И решил Его разрушить Но нашел В нем Цветок Один Алый Это Израиль Им суждено Встать на горе Синай И сказать Перед святым Благословением Он исполним И услышим Сказал Святой Благословением Он достойный Израиль Чтобы за их заслугу Был спасен мир А теперь Давайте посмотрим На эту притчу Внимательно Стараемся ее понять У царя Был сад В саду Должны быть Плоды Почему? Плоды Это не для Эстетического Наслаждения Плоды Это для того Чтобы их есть Готовить из них Компуты И варенье Однако же Сад Не поставил Плоду И поэтому Царскому Семейству Нечего Будет есть И поэтому Надо Логично Правда? Если ты Не слушаешься Царя Тебя следует Наказать То есть Царь руководствуется Тем Что в хассидизме Называется Мерой суда А именно Справедливость Негоже Вырубить Царь приходит Готовый Вырубить сад В котором Растут колючки И здесь Это возвращает Нас к интерпретируемому Стиху Как Цветок Между колючек Сад Действительно Принес Колючки Но между Колючками Есть Цветок Это Цветок От тех Самых Колючек Которые Сад Принес Вместо Плодов Царь Царь Срывает Цветок И Ему Уже Не Хочется Вырубать Сад Мы Не Говорим Здесь Про Аромотерапию Царских Кругов Мы Говорим Именно О том Как Эта Притча Отображает Определенную Теологическую Идею Израиль Который Есть Этот Цветок Он По сути Дело Не то Чтобы Было Эквивалентным Возмещением Тех Самых Плодов Гранатов И Смок В Который Сад Мог Принести Он По сути Дело Цветок Который Украшает Те Самые Колючки Которые Вызвали Царский Гнев В его Запахе В его Эстетическом Наслаждении Которое Он Порождает Достаточно Для того Чтобы Царь Сменил Меру Суда На Милосердие Сказал Ну Пускай Еще Будет Пускай Растет Тем Самым Израиль Действительно Казалось бы Что Вот это Проозглашение Израиля Как Возобладающего Над другими Народами Казалось бы Это Немножко Шевинизм Но Что По сути Дело Он Говорит Еврейский Народ Не Есть Лучший Плод В этом Саду Он Просто Цветок На Колючках Но Царь Готов Принять Его Как Залог В том Царь Упокоится И этим Хотя Из Цветка Нельзя Сварить Компот Но Но Можно Но Но Может Быть Да Таким Образом Таким Образом Наличие Присутствие Положение Израиля В этом Мире И Не Призывает Его К Революциям И К Переустройствам Поскольку Еврейская Культура Это Не Культура Революции А Культура Принятия Мира Таким Каким Он Есть Революции Революции В Революции Субтитры создавал DimaTorzok